Приветствую, друзья! С кем надо пообщаться для того, чтобы у вас вспыхнул огонь творчества? Для того, чтобы у вас появилась энергия? Для того, чтобы у вас появилось ощущение, что вы сейчас готовы горы свернуть, вы уверенность в себе и так далее? С кем надо общаться? Это как методика. Как методика. Допустим, у вас есть какая-то задача, которую вы никак не можете решить. Вам нужна полнота энергии и уверенность в себе. Потому что вы где-то инстинктивно понимаете, как надо решить вопрос. Но не хватает какой-то силы в себе. Не хватает такой абсолютной уверенности, что задача будет решена. И тогда только она и решается. Потому что это отрывает затворы, условно говоря, для включения внутренних ресурсов, резервов. Поэтому человек, с которым вы должны пообщаться, это человек, который, разговаривая с вами, вызывает у вас уверенность в вашей правоте. Он говорит на тему, вами любимую. И ему эта тема тоже интересна. Когда человек с вами разговаривает на интересующую вас тему, и у тебя, и у него возникает момент синергетики. Вот это интересно, правда? Вот я читал, помню, там, как завоевывают друзей, там, и так далее. Давнешняя книжка. По-моему, там это было написано, когда мальчик спрашивает папу, а дядя наш моряк? После общения с дядей. А тот говорит, почему так решил? Ну, он говорит, весь вечер со мной говорил о море и о моряках. Нет, говорит, твой дядя просто джентльмен. Джентльмен. То есть, видите как? Интересно, да? Джентльмен. А у нас это бы, как бы говорили, интеллигентный человек. То есть, говорит на тему, которая тебе интересна. Вот вы оба любите одну и ту же тему. Ну, я люблю про живопись поговорить, про свои картины. Вот, например, про эту картину, которую давно уже. Мне кто-то спрашивал в коменте. Это что, новая картина? Какая необыкновенная? Нет, ей уже больше десяти лет. Эта картина маслом называется «Приглашение в ад». Сопровождается стихотворением моим. Души грешников превращаются в звезды, которые светят далеко и одиноко. И возбуждают надежды, которые не исполняются. А вот когда вы встречаетесь с человеком, например, другом, подругой, сыном, с мамой, ну, с кем-то встречаетесь, после общения с которым у вас крылья растут, вера в себя увеличивается. Вот это вот взаимодействие синергетическое. Это такой диалог открытый, в котором нету ни у тебя, ни у него инстинкта вот этого самоутверждения, показать себя. Вы там вместе настроены на поиск истины, вместе настроены на решение вопроса. И поэтому, если ваш вопрос какой-то не решается, вспомните о том, что у вас есть сейчас методика. Это нужно найти где-то этого человека, пообщавшись с которым у вас появляется энергия. Так вот, интересно, что две половины мозга у нас тоже, условно говоря, они в момент творческого вдохновения взаимодействуют между собой так, синергетически. Да. А в другом состоянии они работают по-другому. Где синтез и анализ, ну, это очень интересно. Я вам расскажу в следующий раз. Поэтому сейчас давайте так договоримся, с кем вам надо взаимодействовать, чтобы у вас были плюсы. Улучшалось здоровье, улучшалась энергетика, как говорят по-модному сегодня. Да. И чтобы настроение поднималось, появлялась уверенность. Да, найдите такого человека, позвоните ему, поговорите с ним, и у вас поднимется настроение. И задача, которая висела нерешаемой, я думаю, более успешно решится. Я вам просто сейчас подсказываю разные варианты, с кем надо общаться, для того, чтобы у вас из полосы неудач и трудных задач нерешаемых пошла полоса везучести, решаемости того, что раньше не решалось. До встречи, друзья. До встречи, друзья. До встречи, друзья. Продолжение следует...